Читаешь комментарии под видосом и начинаешь ненавидеть все человечество. А вот прикиньте, рано или поздно появится искусственный интеллект, видит весь хейт в интернете и именно ваш, ваш гневный коммент и станет той последней каплей, после которой ИИ решит. Человеки не должны существовать. Пожалуй, я бы поняла машины и встала бы на их сторону, как минимум, потому что я техно-блогер. Ну а пока Гугл ищет фотографии котиков и не планирует ядерных ударов, я оттачиваю свои навыки по уничтожению человеков в Терминатор Фьючер Ворс. Мобильная стратегия основана на легендарной франшизе и ее активно продвигали Гугл и Эппл в своих магазинах, что неудивительно, в отличие от последнего фильма игра совсем не отстойна. В Терминаторе вас ждут ежедневные масштабные баталии величественных машин под предводительством Скайнет с жалкими людишками. Они только что и могут задорно хрустеть под гусеницами Т1. Хотите посвятить войне за одной из сторон всю жизнь? Окей. Но если это в ваши планы пока не входит, можно просто позалипать пару часов по дороге на работу, скучно не будет. Качайте приложение по ссылке и получите 150 монет, которые дадут существенный буст к развитию на начальных этапах и присоединяйтесь к моей борьбе с органическими хейтерами. На днях как раз будет крупное наступление на их лагерь. Ну а теперь вперед к другим новостям. Благо их на этой неделе привалило. Google Pixel 2 Google Pixel 2 Почему не две? Яндекс выдавил Uber в булашную все еще на такси. Безрамочный дизайн не привлекает покупателей. У вас ноут 8 сбежала, новый флагман LG, Apple в очередной раз не справляется, да сколько же можно? Верту все и новые способы потратить кучу денег, плюс немного о кино и музыке. Несмотря на нерекордные продажи Pixel, который только недавно перешагнул отметку в 1 миллион устройств, Google не собирается останавливать планомерное развитие своего андроид смартфона, о чем свидетельствуют утекшие в сеть рендеры. Итак, записывайте, как должен выглядеть идеальный андроид смартфон 2017 года по мнению гугла. Шестидюймовый олед экран в XL модели с соотношением сторон 18 на 9, минимальные рамки сверху и снизу, металлический корпус, никаких сканеров в экране, старый добрый на спине, само собой топовое железо и один глаз, но большой, очень большой. Погодите цыпать проклятиями, Pixel до сих пор один из лучших камерафонов прежде всего за счет программной обработки. Возможно благодаря ПО Pixel 2 сможет двукратный зум без потери качества и с одной камерой? Уменьшилась стеклянная вставка, неужели решили отказаться от беспроводной зарядки? В октябре узнаем точно. Якобы смартфон будет реагировать на сильное сдавливание граней, но я пока не особо верю, фишка HCC, а производством займется LG. Не самая лучшая новость для тех, кто менял сгоревшие материнские платы в Nexus. Вот бы в этот раз корейцы уделили качеству больше внимания, ну и про оптический стабилизатор и влагозащиту не забыли. Помните об еще одном идеальном смартфоне от Энди Рубина, весь такой титановый, модульный и прекрасный? Так вот, он так и не вышел в обещанные Попа Эндроидом 30 дней. Более того, компания сохраняет тревожное молчание, не комментирует причину задержки и не объявляет новых дат поставок. Короче, ведет себя как типичный стартап. Надеюсь, Essential Phone все же не присоединится к Тюрингфону и Сайгусу в раю для стартаперских смартфонов. Яндекс.Такси и Убер решили объединить свои бизнесы на рынках постсоветского пространства, создав новую компанию. Но не стоит выдумывать название новой службы такси, перебирая в голове что-то вроде Я и Убер и придумывать логотип. Останется два приложения для заказов, но с общим пулом заказов и Яндекс картами по умолчанию. За границей можно будет заказывать Убер из приложения Яндекс.Такси. Убер Итс тоже никуда не уходит, так что любители хомячить под сериальчик не вставая с дивана могут быть спокойны, тратить лишние калории не придется. По факту Яндекс поглотил бизнес конкурента. Убер вложил в новую общую компанию 225 миллионов долларов против 100. Но при этом принадлежать ему будет лишь 36,6 процентов, а руководить компанией будет директор Яндекс.Такси. Возможно улучшится и сервис, раньше как было, забанили водителя в Убере, идет в Яндекс и наоборот. А теперь придется убирать окурки, слой грязи на заднем сидении и переставать слушать шансон, хотя это я уже замечталась. Единственный вопрос, останется ли такси таким же доступным, ведь в отсутствие конкуренции поднятие цен кажется очень заманчивым. Кстати, украинский Убер в сделку не входит и постарался максимально дистанцироваться от сделки с запрещенным Яндексом. Узнала я об этом из смс-ребуса, который компания разослала своим клиентам. Чем привлечь покупателей, что предложить этим привередливым людишкам, чтобы они бросились менять свои все еще хорошо работающие прошлогодние флагманы? Рынок смартфонов потихоньку заходит в тот же тупик, что и рынок телевизоров. Сделаем ставку на безрамочный дизайн. Да. Валим миллиарды в рекламу. Да. Что-то пошло не так. Да. Таки да, Galaxy S8 продается хуже, чем S7. За два месяца 2016 года было продано 12 миллионов семерок, на 3 миллиона больше, чем восьмерок за два месяца 2017 года. Это не провал и ближайшим Android конкурентам до этих результатов бесконечно далеко, но тем не менее. Карточку и влагозащиту продают лучше, чем футуристический дизайн. Возможно свою роль сыграл скандал с горящим Note 7, а возможно стоит уделить внимание не только дизайну, но и добавить, например, вторую камеру. Окончательно судить о том важна ли безрамочность можно будет взглянув на продажи iPhone 8. Ну или после выхода Note 8, он кстати полностью утек в сеть, на этот раз без камуфляжа под карбон. На прошлой неделе я ошибочно приняла его за новый материал корпуса, а нет. Нас ждет очередная стеклянная лопаточка от Samsung с закругленными краями, не самым симпатичным оформлением довойной камеры и смехотворно маленьким сканером отпечатка пальцев. Ну хоть разместили его рядом со вспышкой, камера будет меньше залапываться. Сохранится минимальный шанс на то, что это датчик лазерного автофокуса, площадка для измерения пульса или и таки дублирующий элемент сканера, встроенного под экран. Но он меньше, чем что-то там у вашего бывшего-бывшей. Август покажет, причем не только то, куда в Note 8 прикладывать пальчик, о чем узнаем 23-го числа, но и новый флагман от LG. Деталей о новинке практически нет, кроме названия V30, очевидно безрамочного дизайна, двух камер и флагманского железа. Должно же хоть чем-то удивить. Анонсирует смартфон 31 августа в Берлине в нулевой день выставки Ифа, и я там буду. Тревожные новости поступают из Купертино. Один из инсайдеров в Apple утверждает, что iPhone 8 выйдет в продажу неполноценным. Компания якобы столкнулась с проблемами в реализации беспроводной зарядки и 3D-сканера лица. Напомню, он будет идентифицировать вашу физиономию под любым углом и чуть ли не дублировать Touch ID. С железом никаких проблем, все нужные датчики будут встроены в восьмерку, а вот с софтом пока не складывается. Не успевают ребята до сентября-октября, поэтому активируют обе функции попозже, в очередном апдейте iOS. Так уже было с HDR в свое время и с портретным режимом, но все это были дополнительные фишки и не касались базовой функций устройства, таких как зарядка, например. Честно говоря, как давний пользователь iPhone я вообще не удивлена подобному повороту событий. Создается впечатление, что программисты в Apple последнее время отбирают по длине свисающей слюнки. Ну и да, в очередной раз привет службе безопасности, внутренние тренинги не прошли даром. Вот от iPhone 8 опять отвалилась очередная запчасть – стеклянная спинка. Стоп инсайдер! Вэр ар ю! Вэр ар ю десапир! Ушла эпоха. Самый известный люксовый производитель телефонов Верту отмучился. После банкротства Nokia и подразделением которой она изначально была, компания переживала непростые времена. Долго приходила к осознанию необходимости производства смартфонов. Они таки вышли, но из раза в раз отставали от текущего поколения флагманов на год, а то и на два. В итоге Верту задолжала в 165 миллионов долларов, сменила парочку владельцев, последним оказался турецкий бизнесмен Мурат Хаканузан, в марте этого года выкупивший компанию за 71 миллион долларов. Хитрый турок предложил кредиторам полностью выкупить компанию за 2,5 миллиона долларов, но они отказались. Отличный способ, подскажу знакомому с валютной ипотекой, вдруг у него проканают. Единственная фабрика Верту, расположенная в Британии, будет закрыта, а все 200 сотрудников будут уволены. В арабских странах раздался протяжный вой, заплакали шейхи. Ох ребята, такая проблема. Потратить 3-4 тысячи долларов на гаджет становится все сложнее, а сейчас когда Верту протянула ноги, так и вовсе не понятно как. Один кевиер остался. Хорошо хоть Луи Витон заботится о нас и представил на этой неделе новые смарт-часы Тамбур Хорайзен по цене от 160 до 200 тысяч рублей. Как и положено продукции Луи Уитон, часы вычурные, броские, я б себе такие в жизни не купила. Даже посмотрев ролик на сайте, в котором Миранда Керк, Кэтрин Дэнёв, моя любимая Дженнифер Коннелли и другие знаменитости разных национальностей толкают с воодушевленными лицами пафосные ничего не значащие речи. Странно, что в ролике всего одна китайская звезда. Судя по очередям в магазинной Луи Витон, состоящей сугубо из китайцев, основной упор стоило сделать на них. Корпус водонепроницаемый, диаметром 42 мм, выполнен из стали. Стекло, понятное дело, сапфировое, ремешки кожаные, с принтом и без. Говорят, размер оптимален для мужчин и женщин. Но исходя из толщины в 12,5 мм, эта шайба куда уместнее смотрится на мужской руке, на женской...как у деда взяла командирские погонять. Работают горизонты под управлением Android Wear 2.0. Железо, как в любых современных умных часах, за 300 долларов, AMOLED-экран с диагональю 1.2 дюйма с разрешением 390 на 390. Snapdragon Wear 2100, 512 оперативки, датчика измерения пульса нет. Оно и понятно, у владельцев таких часов все хорошо. Несмотря на толстенный корпус, аккумулятор будет всего на 300 мАч, его должно хватить на день работы и не более. Из интересного в часы будет встроен гид по лакшери местам. Отобедали вы в ресторане фьюжн кухни в центре Лондона, а часы вам уже подсказывают в каком модном клубе самое вкусное нарко... Ну, в общем, где закончить вечер? Странное творение, которое уверенно будет хитом продаж. Почему? Потому что Левитон. А из музыки на этой неделе я рекомендую вам послушать не что новое, а совсем даже наоборот, а именно знаменитый альбом ОК-компьютер великих Radiohead, которому на днях исполнилось 20 лет. В честь этой даты вышло юбилейное переиздание, в которое помимо трех винилов вошла еще и аудиокассета с неизданными треками. Так что самое время вынести из чела на старый пыльный магнитофон. Тем более, что последним треком на кассете идет набор непонятных звуков, в котором фаны опознали код программы для ZX Spectrum, популярного в 80-х домашнего компьютера. Если в чела не найдете еще и Spectrum, то сможете загрузить программу с кассеты и оценить вычурность такой замечательной пасхалки. Ну а если всего этого у вас нет, просто переслушайте чудесный альбом еще раз. В кино финальная часть трилогии об обезьянах. Несмотря на слово война в названии, экшена немного. Фильм очень неспешный, красивый, созерцательный и че уж таить местами скучный. Процентов на 30-40 немой одни субтитры. Перед походом пересмотрите предыдущую часть, а возможно даже две. Так как события тесно связаны, а вспомнить, что какая макака сделала раньше решительно невозможно. Надеюсь, вы в этот раз в комментариях будете вести себя как люди. Ну и лайк поставите. За работу. Кстати, если что, то у меня есть личный блог, ссылка на него в описании. Ну и в инстаграм заглядывайте, там тоже всякое бывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!